всем привет несмотря на карантин и коронавирус и кризис власти продолжают преследовать наши гражданские активистов алмате наш политический заключенный осет обиж в ответ его требования соблюдение режима карантина его поместили карцер я требую немедленного его оказания медицинской помощи освободить его по условно-досрочному освобождению также преследует гражданского активиста из уральска руслана нурканова отобрали детей телефоны и зяли то есть я все эти действия считаю незаконные нарушение прав человека и наш конституционных прав также нашего алимжана который служил в армии сейчас 5 апреля он находится псих диспансере якобы что он собрался покончить жизнь это все я считаю оказывает своими давления все здесь его гражданской активностью поэтому я требую все силы здоровья чтобы его досрочно тоже освободили от воинской обязанности понимаете это все происходит из-за того что народ молчит вот вы говорите власть ворует вы говорите власть нарушает вы говорите то но вы не высказывайте открыто свое мнение вы не защищаете свои конституционные права это приводит к тому что власть злоупотребляет своей властью это привело к тому что нынешняя власть полностью импотент и которые не справляются с кризисом и не могут выделить жалкие 42 тысячи тенге я обращаюсь к молодежи записывайте видео челленджи требуйте 50 тысяч тенге требуйте снижение цен на бензин и газ в связи с тем что цены на них давно упали требуйте закрыть проценты по кредитам это все наше правительство совершенно в состоянии сделать наша активность прямые влияет на их недействие также вы помните нашего блогеры по 405 статьи обвинили и он все ему запретили сейчас снимать видео нашему азамату байкенову нашему блогеру сейчас он не может выпускать видео не может рассказывать правду как он это прекрасно умел делать но смотрите есть его подписчики хотя бы 10 процентов потребовали бы его освободить вот у него 60 больше 10000 подписчиков есть хотя бы 10 процентов потребовали бы освободить его бы освободили понимаете наша активность прямую влияет на действие властей его преследует за то что он говорил правду всех преследует вот они хотят вот я тоже в том числе хочу жить как конституции написано демократической стране где жизнь права свободу человека ставится первую очередь и защищается у нас все наоборот вот в америке наши граждане пишут что они получают 1200 долларов открыто вот в интернете пожалуйста все есть также правительство америки выделил закон закон целый пакет где говорится каждому гражданину америки выделить по 1200 долларов каждому ребенку по 500 долларов ведущие страны мира помогает своим гражданам помогает бизнесу а у нас все наоборот нас предыдуем преследует гражданских активистов у нас создают очереди люди стоят банках люди стоят почте сейчас и вышла информация что после окончания карантина наше правительство мог его вернуть здесь тем что если их брали незаконно типа мошенничество видите как все происходит поэтому это все нельзя замолчать это надо говорить это надо высказывать свое мнение пользуйтесь своим конституционным правом 20 статьей будьте активны сейчас когда у нас стране кризис когда у нас опасная ситуация связи с коронавирусом молчать очень опасно это уже коснется всех каждую семью сейчас уже семьи для того чтобы купить необходимо продают свои имущества и в своими глазами видел как они ставят своим имущество на продажу чтобы купить продовольствие токаев услышь меня вот жители нашего региона продают свои имущества для того чтобы прокормить свою семью вот вам чистая правда которого не слышите не видите вы уже давно в своем где-то дворце сидите и не видите что происходит в стране вы не говорите точное число количество зараженных коронавирусом поэтому граждане будьте активны защищайте свои конституционные права высказывайте свое мнение особенно молодежь записывайте видео пользуйтесь своим конституционным правом и самое главное будьте активны и не бойтесь спасибо за внимание